Очередной трейдерский видеоблог на колесах, потому что на этот раз еще одно традиционное путешествие команды Финверсии, наша цель Селигер. Мы проезжаем город Ржев с рекой Волга, очень непривычный в этом месте для подавляющего большинства волжан. И нас ждет любимый поселок Неприе на берегу Селигера, прямо напротив знаменитой Ниловой пустыри. Ну а теперь, собственно, о рынках. Если апеллировать к прошлому выпуску трейдерского видеоблога, то оказались верны мои предположения об отыгрыше рынка назад, о том, что неделя окажется депрессивной, оказалась весьма депрессивной для рынка криптовалют, и о том, что осторожность середины июля где-то остается главным лозунгом трейдера в нынешних условиях. Основные моменты связаны с тем, что в очередной раз поссорились, как у Гоголя, только на этот раз не Иван Иванович и Иван Никифорович, а Пекин и Вашингтон. Звучение ссоры не скажу, что чрезмерно конфликтное, но тем не менее, конечно, на рынке это традиционно действует охлаждающе. Что любопытно, конфликт, потенциальный конфликт, который был только обозначен между Парижем и Вашингтоном, просто исчез куда-то в тени, о нем ни слуху, ни духу. И, как я говорил в прошлом своем блоге, одним из таких акцентов внимания трейдеров на этой неделе стала германская статистика. Очень чувствительно рынок воспринимает эти сигналы, поскольку, ну, традиционно немецкая экономика считается драйвером европейской, и, как я предполагаю, именно немецкая экономика может стать потенциальным спусковым крючком проблем. И вот мы получили данные по второму кварталу в Германии снизился ВВП. Кто-то из аналитиков уже назвал это концом золотого десятилетия германской экономики. Однако, на мой взгляд, это снижение пока имеет знаковый характер, конечно, чувствительный. Это означает, что на снижение золота мы не можем рассчитывать, на то, что инвесторы выйдут из консервативных активов в самые крупные, самые осторожные, тоже не можем рассчитывать. Но, тем не менее, я уверен, что мы можем рассчитывать на подъем DAX после момента, собственно, публикации самой статистики. Поэтому по DAX я по-прежнему держу лонг. Один лонг закрыл с легким плюсом, один держу, надеясь, что он станет зелененьким. Та же самая ситуация в Америке. В Америке заговорили о призраке приближающейся рецессии. Правда, здесь заявления тех же аналитиков намного спокойнее. Считается, что это возможный откат рынка, который где-то ближе к сентябрю опять обернется небольшим подъемом. Тем не менее, на мой взгляд, сейчас, с одной стороны, хорошее время, чтобы входить в американские акции. Я даже увеличил свой портфель в этом направлении. А с другой стороны, момент, когда следует отказаться от лонгов по большинству американских индексов. У меня в портфеле по-прежнему открыт маленький лонг по стандарт-пурсу с плечом 5. И я впервые с декабря, когда он появился в портфеле, задумался всерьез о том, что, наверное, в ближайшее время я все-таки его закрою. И от постоянного присутствия в портфеле лонгов по американским индексам стандарт-пурса и Dow Jones перейду к системе такого дискретного открытия тех же самых лонгов. То есть, по сути, к использованию медвежьих трендов, только не в буквальном смысле шортов, а в плане того, что лонги открывать только на просадке. Далее, по газу. Я все равно, хотя история вроде как заканчивается благополучно, я все равно считаю, что это моя значительная ошибка, потому что вошел я явно неудачно. И даже в случае, если в конечном счете все этот каскад сделать по газу принесет прибыль, ну, никак не могу приписать это к собственной удаче. По газу наметилось повышение, и я уверен, что, в принципе, газ может отыграть обратно до цены 2.400. Я думаю, что даже не дожидаясь этой цены, я надеюсь выйти с плюсом и забыть эту историю как страшный сон и вернуть как бы утраченные позиции прибыли. В целом, неделя закончилась благополучно. Значительная часть просадки, которую я наметил в начале августа, отыграна. И моя стратегия заключается в том, чтобы в августе выйти в зеленую зону, небольшую, и одновременно усиливать, скажем так, элемент осторожности. То есть, по-прежнему я намерен довести средства в портфеле вне сделок до 40% от общей суммы портфеля. И на платформе Финамфорекс у меня основная тактика – либо не иметь сейчас сделок вообще, либо время от времени открывать небольшие сделки на повышение евро против доллара. Я ожидаю в ближайшее время достаточно значимое понижение курса доллара. Я думаю, что мы увидим возрастающую нефть и ожидаю, что нефть может зайти 58 долларов за баррель. Полагаю, что на рынке криптовалют депрессия притормозится, но никаких позитивных вариантов я не вижу. И полагаю, что для хладнокровного трейдера, скажем так, со средней устойчивостью нервной системы, сейчас все-таки достаточно подходящее время, чтобы входить в просевшие, или даже не в просевшие, но явно не в супервыросшие акции европейского и американского рынков. Чуть подробнее об акциях в портфеле. Большинство американских акций меня не вызывают ни тени тревоги, что заставляет задуматься. Не то, что это зона какого-то такого провала, но заставляет задуматься. Ну, во-первых, понятно, что это была неудачная идея войти в акции Дио вместе с господином Фридманом. Видимо, если Фридман куда-то заходит, то мне, наверное, и всем прочим мелким инвесторам лучше уйти, пока он не освоится в этом месте. Дио по-прежнему в провале, висит в портфеле. Очень такой неприятный момент, это по-прежнему значимые минуса по акциям Люфганзы, Байера и некоторых других германских эмитентов, что в контексте рецессии, о которой мы уже говорили, в общем-то достаточно логично. Но Люфганза настолько снизилась от своего максимума, что невольно заставляет задуматься, не является ли вот этот уровень не просто просадкой, а новым уровнем цены компании, возможно, на несколько лет вперед. В этом случае сделка так и останется красной, поэтому я бы вот никому не советовал, наверное, сегодня входить в Люфганзу. И даже если этот актив кого-то интересует, ну, присматриваться к ситуации. По французским акциям, если кто-то обратил дотошно внимание, очень любопытно, позитивная ситуация. Видимо, вот момент вхождения в них во время вот всех этих историй с желтыми жилетами был достаточно удачным. Видимо, это был пик просадки и французские акции, в общем-то, радуют. Есть у меня в портфеле акции норвежских и датских компаний, совсем чуть-чуть. И что интересно, по ним тоже неплохой плюс намечается. Понятно, что это как бы периферия европейского рынка, но вот эти позитивные сигналы на периферии, они заставляют быть большим оптимистом в целом по рынку, чем я предполагал. Что тоже похоже на ошибку, но думаю, что отрастет зеленую зону. Это мое вхождение в ETF-фонд, объединяющий 25 ведущих эмитентов в Голландии. Я всегда рассмотрю голландский рынок как не то что производный, но весьма схожий и двигающийся параллельно с германским. И поэтому вполне логично, что с учетом такой пессимистичной германской ситуации на голландском рынке ничего хорошего не произошло. Тем не менее, я остаюсь в этой открытой позиции. Ну и отдельная история прошлой недели, это конечно же ситуация в Гонконге, достаточно громкая, достаточно неприятная. В этом смысле я мог себя погладить по голове, что в общем плотно в акции гонконгской биржи не входил. Вопрос в другом, когда все это закончится и когда смелым трейдерам есть смысл броситься на гонконгский индекс или на отдельные гонконгские акции. Лично я для себя этот вопрос рассматривал, но решил, что скажем так в общей стратегии осторожности, которую я для себя избрал на август, ну насколько удается исследовать, все-таки наверное покупкам в Гонконге пока в моем портфеле еще не место. Однако, если кто-то из трейдеров это предпримет, я с уважением отнесусь к такому смелому шагу. И для тех, кто может быть не обратил внимания с учетом достаточно шумной подачи гонконгских новостей, неприятный сигнал из Буэнос-Айреса, где по политическим информационным мотивам очень серьезно рухнул фондовый рынок. А любой, чуть не сказал престарелый, любой опытный трейдер знает, что рынки развивающихся стран, даже если они экономически практически не связаны с друг другом, они зачастую имеют такой каскадный эффект. То есть, если в одной развивающейся стране случилось что-то плохое, то это может пойти некой такой волной снижения или определенного разочарования по всем рынкам. Аргенцинский рынок, что называется, бог с ним, или скорее не бог, а святая тройница или там Мадонна, но вполне возможно, что вот этот рецессивный момент перекинется на бразильский, а тогда вполне закономерно, что и на южноафриканский и на российский. Поэтому я бы все-таки перед этой осенью посоветовал либо воздержаться, либо с очень большой осторожностью относиться к акциям российских эмитентов и к российскому фондовому рынку в целом. Ну и, собственно, главная установка – это довести средства вне активных сделок до 40% от общей суммы портфеля. И примерно в таком режиме, если все будет идти по плану, закрыть август с легким зелененьким плюсом. На что, на мой взгляд, следует обрастить внимание в информационном потоке? Ну, во-первых, отслеживать, конечно же, новости, связанные и вообще в продолжение вот этой самой темы, потенциальной американской и уже конкретно наметившейся германской рецессии. Естественно, даже если вы не торгуете на этом рынке, Brexit имеет значение, тем более, что октябрь не за горами. И трудно ожидать при такой фигуре нового премьер-министра Британии, что информационный шум вокруг самого процесса будет тих и плавен. Скорее всего, он будет достаточно резок и, конечно же, влиять на рынок. Можно ожидать, что Вашингтона, Пекинская, вот это то ли противостояние, то ли такая собачья свадьба продолжится то на позитивных, то на негативных тонах, и рынок по нисходящей будет реагировать и на то, и на другое. И я полагаю, что по золоту мой шорт не является суперверным изобретением, поэтому для тех, кто стоит в лонгах, я все-таки посоветовал бы, может быть, иметь лонг по золоту в качестве такого хеджирования. А тем, кто не стоит в лонгах и присматривается к этому активу, ну, либо воздержаться, либо все-таки серьезно в золотые шорты не входить. Я уверен, что золото в ближайшей информационной и чисто экономической обстановке останется очень привлекательным активом, многие инвесторы будут туда перекладывать, поэтому на серьезное снижение цены по этому инструменту я не рассчитываю. Закрою шорт в плюсе, забуду о золоте на ближайшие несколько недель или даже несколько месяцев. Если вы присматриваетесь к такому инструменту, как нефть, или активно работаете с ним, я бы вам посоветовал очередной обзор моего любимого аналитика по этой части, Павла Пухова. Опять же, он не дает конкретных ответов и не блещет попытками гениального предсказания. Его основной плюс заключается в том, что этот человек профессионально, дотошно и очень подробно описывает все факторы, которые могут повлиять на цену золота в ту или иную сторону. Да, и минутка дорожной рекламы. Мы на портале Finversia усилили поток информации, связанный, скажем так, с крупнейшими эмитентами рынков, с общим состоянием рынков, поэтому для действующих трейдеров и начинающих инвесторов я могу сейчас с полным правом и не краснее порекомендовать наш портал Finversia в виде декстопной версии, в виде мобильной версии или в виде мобильного бесплатного приложения, которые можно установить как в Apple Store, так и в Google, в качестве такого неплохого источника для того, чтобы держать руку на пульсе, что происходит на рынках. И напомню, что к вашим услугам наш экономический календарь, я думаю, что он у нас один из лучших, но во всяком случае точно не уступающий ни в чем другим известным экономическим календарям в открытом доступе. Ну а теперь немного о том, что нас ждет, собственно, на будущей неделе, то есть экономическая статистика. Понедельник и вторник будут довольно спокойными днями, статистики минимум, правда, с учетом намеков на американскую и германскую рецессии, наверное, привлекут внимание как американское размещение краткосрочных ценных бумаг, то есть облигаций по сути, так и германский индекс цен производителей, а из более значимых событий только очередное выступление представителя Федерального резерва Рэндалла Кворлза. Среда не очень отличается по статистике, также достаточно спокойный день, публикация последнего заседания Комитета по открытым рынкам США, на котором была снижена процентная ставка, но в нынешней ситуации вряд ли в этом протоколе будут какие-либо неожиданности. Четверг, напротив, очень богатый день на статистику, в Австралии, в Японии, Швейцарии, во Франции, в Германии, Швеции, Британии и в целом по еврозоне. И, как всегда, в США важный показатель данные первичных и повторных заявок по безработице. И, наконец, в пятницу очень спокойный день, но чрезвычайно важное событие на американском рынке. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с очередной речью. С учетом того, что сейчас на ФРС смотрят как на возможный источник еще одного снижения ставки, которое должно компенсировать твиты Трампа, может быть, пятница будет днем весьма активным для практически всех трейдеров и инвесторов. Итак, короткое резюме. Основная идея, скажем так, торговая идея на ближайшее время – это осторожность и отсутствие жадности даже в случае успеха. Я буду нацелен на то, чтобы побольше средств в портфеле выводить вне сделок и довести сумму на заборе до 40% от портфеля. Я собираюсь с очень большой осторожностью относиться к сделкам по сырью. Как всегда, воздержусь от каких-либо операций с криптовалютами. Отказываюсь от постоянных лонгов по большинству западных индексов. Буду теперь дискретно применять эти инструменты, но остаюсь таким завзятым присяжным быком в отношении рынка акций, прежде всего американского. Держу все открытые позиции, как по американскому, так и по европейскому, и немножечко по азиатскому рынкам. И даже докупаю одно из последних приобретений – это небольшая порция акций Макдональдса. Так что в определенном смысле я по-прежнему приверженец БК. Тем более, знаете, что даже по дороге на Селигер все вокруг мне, как аналитику, подсказывает, что время БК еще не прошло. Какие силы манипулируют экономикой? Кто в ответе за падение валют? Где находятся скрытые резервы? Что ожидать от рынка завтра? Вся палитра финансового сектора на интернет-портале finversia.ru Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!